Сотрудники ВОДА задержали несовершеннолетнего ребенка. Мальчик ходил в одну суббоке в зимнее время. Ему было холодно, нечего надеть, нечего кушать. И семья в порядке, и полноценная, полная семья. Лучше в детском доме, чем с таким родителем. Дети ведут себя достаточно аморально. И он сказал, что теперь для него я тетя. Вы должны оказаться на моей миссии, чтобы почувствовать радость этого ребенка. Здравствуйте. Сегодня мы в гостях в ГУВД Ташкента. И напротив меня майор Гульжахан Заримова, старший инспектор, психолог по делам несовершеннолетних. Здравствуйте. Расскажите сначала о своих обязанностях и о том, насколько трудно работать с детьми. Ну, если рассказать про нашу деятельность инспекторов, психологов, мы чаще всего работаем в школах. Именно с детьми, те, которые состоят во внутреннем учете, и те дети, которые нуждаются в правовой и социальной защите. Также мы систематически взаимодействуем с психологами школ, составляем психологический портрет и изучаем эмоциональное состояние детей, их настроение, в каком настроении они приходят в школу, что их тревожит, что беспокоит. Наша главная цель заключается в том, чтобы ребенок рос в полноценных семьях, чтобы они посещали школу, чтобы они не совершали какие-то антисоциальные действия, а также чтобы вообще ребенок был счастливым. Для этого, для достижения наших целей, мы должны усердно работать. И то, что мы сейчас делаем на практике, должны работать совместно, взаимодействуя со всеми, чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, полноценным членом общества. Какая постановка чаще всего творит семьях с проблемными детьми? Детей нельзя называть проблемными, потому что с ними можно работать, потому что они дети, они могут делать для себя выводы, если их поддержать и показать правильный путь, направить их правильно, по правильной русле, так скажем. Если чаще всего дети, где воспитывается семья, у нас встречаются такие случаи, где семья оказывается неполноценной, например, то ли в семье матери нету, то ли отца нету, ребенок воспитывается только матерью, или же отцом получается, или же в попечении, они растут в попечении бабушки, или же родственников родителей. Или же наоборот, дети воспитываются в таких семьях, где полноценная семья, но семья неблагополучная. Я вам расскажу один случай. В ночное время суток один мальчик гулял совершенно один, без родителей, на улице, его доставили в органы внутренних дел. Естественно, я разговаривала с этим мальчиком, узнавала, где он живет, про родителей, кто родители, почему он в ночное время ходит совсем один. Но он не спешил ответить мне на мои вопросы, он просил кушать, потому что потом стало известно, что он уже не кушал трое суток, получается. Его накормили сначала, вместе покушали. Потом он уже, после того, как он покушал, начал уже отвечать на мои вопросы про себя, про свою семью, про родителей. Потом нам по его рассказам стало известно, что родители уже давно в разводе, они вместе не живут. Он старший сын в семье. Кроме него, у него есть еще трое несовершеннолетних братьев, но мать в данное время систематически злоупотребляет спиртными напитками. Когда она начинает перед детьми употреблять спиртные напитки, мама заставляет ребенка, чтобы он прогуливался по улице, пока она этим занимается. И таким образом ребенок один гуляет в ночное время на улице. или же отправляет к бабушке, где проживает вообще в другом регионе, получается. Естественно, мы его поместили в детский приемник. Уже с завтрашнего дня мы начали искать маму, где она проживает, кого она себе представляет. Мы нашли мать, потом с ней начали разговор про сложившиеся обстоятельства. При беседе с ней вот мать рассказала, что еще не окончив школу, она уже родила своего ребенка первого. Сейчас у нее в веждевении шестеро несовершеннолетних детей. И у нее не было постоянной прописки. Она снимала квартиру в различных районах Ташкента. Потом мы ей помогли прописаться. Мы нашли ее мать. Они давно, оказывается, не общались, потеряли связь. Мы нашли мать этой девушки. Потом прописали у мамы ее. Потом с мамой этого мальчика восьмилетнего у нас состоялся серьезный разговор. Так как я помню, до помещения в детский приемник этот мальчик ходил в одно субоке в зимнее время. Ему было холодно, нечего надеть, нечего кушать. А получилось так, что мы его кормили каждый день. Также мы ему купили теплую одежду. Что ребенок на тот момент был очень даже счастливым. Я его до сих пор помню перед глазами. Я это все рассказываю матери. оставлять своего ребенка, еще восьмилетнего, который вообще даже в детский садик не ходил, даже на партах не сидел в школах. Представляете? Мама на то мне отвечает, что она не отказывается от своего ребенка. Но если получится, что он будет продолжать вести такой образ жизни. Ну, я ей, естественно, предложила два варианта. Или же ребенка отдать в школу, отдать в первый класс, научить его всему, что знают сейчас дети. Или же поместить ребенка в детский дом. На то была мама согласна отказаться от своих прав на ребенка. Мы ее лишили родительских прав, поместили ребенка в детский дом. Когда даже мы... Вот шел процесс, мы собирали необходимые документы, разговаривали побольше, общались с этим мальчиком. Я задавала вопрос этому мальчику, что он теперь не будет жить с мамой, с братьями, что он теперь будет жить в детском доме, что там много таких детей, у него будет много друзей, постоянная еда, одежда. И что он, главное, будет учиться. И будет знать буквы, цифры, наконец-то. Он на тот момент был счастливый. Я тогда вот посмотрела, что ребенку лучше в детском доме, чем с таким родителем. После того, как все это делопроизводство закончилось, мы, наконец-то, его поместили в детский домик, когда я... Последний раз, когда я общалась с ним, у нас состоялся такой разговор, я задала вопрос. Не в обиде ли он на меня, что я разлучила типа с родителем, что я его поместила туда, теперь он будет учиться, кушать, одеваться, как положено. Он мне ответил, нет. И он меня так обнял, и он сказал, что теперь для него я тетя. Теперь он будет хвастаться своим друзьям новым в детском доме, что у него тетя полицейские. Вот так вот. Интересно. Да. И он у меня спрашивает, буду ли я навещать его часто. Я говорю, конечно, я буду к тебе приходить. Ты мне теперь как свой родной стал. Я его лицо помню. Он такой светленький, такой красивый мальчик, ресницы вот такие, голубоглазые. Потом мы организовали в Центре оказания правовой и социальной помощи несовершеннолетним, посвященное к Наврузу. Такой праздник устроили для детей. Мы, конечно, пригласили всех детей, где воспитывается тот мальчик, который мы поместили. И он был такой радостный. Тогда я смотрела, вот концерт идет, музыка идет, все дети танцуют, мы с ними танцуем, они стишки рассказывают. Потом приходят, опять обнимают, и всем детям вот при мне рассказывают про меня. Вот моя тетя полицейская. «Посмотрите, это моя тетя». «Посмотрите, это моя тетя». Он только вот это слово и повторяет. На тот момент я настолько вот почувствовала себя счастливой, что я смогла осчастливать ребенка. А вы сейчас с ним часто видитесь? Ну, я стараюсь почаще навещать его, а также его друзей, так скажем. После Навруза у нас был праздник всех мусульман, хаид. Во время хаида я, конечно, посетила детский дом со своими подарками. И потом мы с ним долго разговаривали. Я узнавала, как он уже начал писать, как он уже начал цифры узнавать, буквы узнавать. Он уже подружился со многими детьми. А также он начал рассказывать про своих друзей, про своих воспитателей. У него полно эмоций, положительных эмоций у него был на тот момент. Если вот сравнить до и после, как мы с ним встретились до, первый раз, и мой последний визит, вот, как небо и земля. Вы должны оказаться на моей мессе, чтобы почувствовать радость этого ребенка. Скажите, всегда ли дети, которые находятся под присмотром инспекторов, находятся именно в неблагополучных семьях? Или встречаются вот такие или случая, где и семья в порядке, и полноценная, полная семья, без вредных привычек, так скажем, при этом дети ведут себя достаточно аморально? Нет, не всегда дети из неблагополучной семьи или неполноценной семьи у нас под присмотром. Бывают и те дети, которые воспитываются в полноценных благополучных семьях, но такие дети примерные, отличники, хорошие, так скажем, послушные дети, они оказываются в не той среде, они оказываются под влиянием своих, так скажем, трудновоспитуемых друзей. Часто при беседе с детьми, те, которые попали к нам под присмотр, они отвечают на наши вопросы, что они не знали, во-первых, действительно, вот они не знали детей, просто они встали не в тот путь, они выбрали себе не тех друзей. Сейчас инспекторами по делам несовершеннолетних становятся именно женщины, и я встречал мнение, то, что именно женщинам проще восстановить контакт с ребенком, в том числе из-за каких-либо материнских инстинктов и так далее. Скажите, насколько это имеет место быть в вашей профессии? То есть, грубо говоря, как часто встречаются мужчины на таких должностях? Вы знаете, у нас в основном в должности инспектора-психолога работают женщины, так как они, у них материнский инстинкт, они больше находят общий язык с детьми, ну как правильно с ними разговаривать, какие решения находить, но сейчас в данное время и мужчины, инспектора-психологи тоже не редкость, они тоже наравне с нами вот показывают свои результаты по работе с несовершеннолетними, они вот входят в роль отца, вот именно у нас встречаются такие случаи, где именно роль мужчины нужен для решения каких-то вопросов в сложившейся ситуации, именно тогда мужчина-инспектор-психолог приходят в помощь, они легко входят в разговор с детьми, дети им все рассказывают как будто своим своему отцу, как будто своему отцу, и таким образом мы быстро находим решение, понимаете, в основном дети нас, женщин-инспекторов, психологов, чувствуют как в роли мамы, да, вот, с мамой всегда чуть тяжелее, вот, честно, вот, мама всегда все запрещает, это нельзя, вот, холодно не пей, рано надо вставать, в школу надо идти, уроки надо делать, а с отцом чуть проще, понимаете, и вот дети это все понимают, понимаете, и также вот мужчины-инспекторы-психологи очень легко входят в разговор с детьми, и у них все получается, например, я могу сказать, вот, один, вот, рассказать один случай на практике, был один ребенок в школе, он только шел на первый класс, я до сих пор помню этот момент, он шел на первый класс, но потом мы узнали, что ребенок рос только с матерью, а ребенок идет, плачет, не хочется ходить и сесть за парту, он был мальчик, и мама успокаивает, обещает все после школы, ему купить мороженое, сходить с ним в парк, и то ребенок не соглашается, он не хочется ходить в школу, и тогда у меня был инспектор-психолог, мужчина, как раз он подошел, он оказался в тот момент на том месте, и завел с собой ребенка в свой кабинет, они поговорили, побеседовали, ну, конечно, он нам не разрешил с ним зайти вместе, они оставались наедине, и не знаю, вот, о чем разговаривали, о чем беседовали, и мальчик через пять минут буквально вышел спокойный, он уже знал, куда идет, он уже знал свой класс, куда идти, и спокойно ссел за парту, а хотя до этого мы час его успокаивали, ни мама, ни директора, ни я, никто не смог успокоить этого ребенка, где-то через пять минут именно мужчина инспектор-психолог поговорил, и, так скажем, я считаю, что он помог ребенку почувствовать себя уверенным и сделать первый шаг. А как часто удается исправить ситуацию в предположении в благополучной семье и помочь ребенку встать на более правильный путь? Знаете, на большинство случаях удается достичь положительных целей по работе с детьми, именно те, которые воспитываются в неполноценных, неблагополучных семьях. Каким образом? Вот именно путем проведения профилактических мероприятий, именно индивидуальная беседа с ребенком, а также общая беседа, общая профилактика, именно где он проживает, с родителями, со школой, с общественностью. Получается, мы стараемся все вместе помочь ребенку, чтобы он встал в правильный путь. Для этого мы его привлекаем в кружки специальные. Мы у него там спрашиваем его интересы. Может, он интересуется арифметикой, или он интересуется спортом, каким-то видом спорта. Мы его регистрируем в бесплатные кружки, ему помогаем приобрести специальную униформу спортивную. И он, вот ребенок, в большинстве случаев показывает хорошие результаты. Среди основных задач комиссии по делам несовершеннолетних входит предупреждение безнадзорности и беспризорности и про нарушение среди несовершеннолетних детей. Именно как происходит предупреждение таких случаев? Знаете, комиссия по делам несовершеннолетних уже окончательно принимает решение в отношении детей или же их родителей, которые совершили правонарушения или же антисоциальные действия. Вот на основании статьи 47 части 1 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан комиссия принимает решение о том, чтобы родителя или же ребенка поставили на учет, на профилактический учет в органы внутренних дел сроком на 6 месяцев, чтобы именно мы, инспекторы-психологи, усердно, систематически занимались воспитанием ребенка, а также своих родителями, чтобы они встали на путь исправления. Или же в других случаях бывают такие случаи, что родители сами обращаются с заявлением, где указывают, что они не могут уже заниматься с воспитанием своего ребенка, они у нас просят помощи. Бывают такие случаи, в таких случаях тоже комиссия имеет право принять решение о том, чтобы все необходимые материалы передать в суд, через судом, направить этого несовершеннолетнего ребенка в такие места, где закрытые учреждения мы называем сроком на один год. Также, помимо этого, комиссия по делам несовершеннолетних имеет право принимать такие меры, как штраф в размере пяти минимальных заработной платы в отношении родителей. Именно те родители, которые не занимались воспитанием своих детей. Именно те родители, которые оставили своего ребенка в трудной ситуации, в результате чего ребенок совершил какое-то антисоциальное действие. Сейчас, за исключением умущенного отягощающего убийства, детей могут привлечь к ответственности только с 14 лет. И как много нарушителей закона среди детей младше этого возраста и какие меры принимаются по отношению к ним? Вы знаете, на практике случается, что именно дети, которые еще не достигли ни 14-ти, ни 13-ти, ни 12-ти могут совершить преступление. В таких случаях, исходя из возраста, установленного уголовного кодекса, этих детей направляют в комиссию по делам несовершеннолетних, а в комиссии дело рассматривается, по итогам рассмотрения дела комиссия принимает решение о постановке на профилактический учет в органы внутренних дел. Дальше уже мы, инспектора психологи, усердно в течение одного года, именно одного года, те, которые совершили преступление, с ними мы занимаемся в течение года, а также с их родителями проводим профилактические мероприятия, чтобы ребенок встал на путь исправления. Вы упоминали уже случай про то, как сотрудники ВОД задержали несовершеннолетнего ребенка, который находился на улице в ночное время. А как несовершеннолетние могут защитить себя и свои права, свободы и законные интересы в семье или в иной другой ситуации, когда его права нарушаются? Вы знаете, дети, которые оказались в трудной ситуации или же обстановке, или не могут защитить свои права, интересы, именно путем общения для этого мы должны каждый день, когда идем в школу, когда уже мы начинаем свою деятельность с утра, мы должны индивидуально общаться с каждым ребенком, узнавать их проблемы, объяснять им, что они не должны бояться рассказать все в целом нам, что мы можем им помочь, а также их родителям, что мы можем помочь. В таких случаях мы иногда организовываем встречи с родителями и отдельно с детьми. И мы специально придумали свои такие визитки, где указаны наши номера, все номера обязательно, и наши фамилии, имя мы всем раздаем, даже детям раздаем свои визитки, чтобы они в любое время суток звонили нам по разным поводам, то, что касаемо их прав и интересов. И мы им свободно при беседе объясняем, что они не должны бояться чего-либо, и они не должны закрыть в себя, закрыться и не рассказывать те ситуации, что у них происходит дома, чтобы они свободно как к сестре или, я не знаю, как к брату, к нашим инспекторам-психологам рассказывали все, чтобы мы могли ему своевременно помочь. Можете ли вы напоследок обратиться к зрителям, к родителям и к детям? Напоследок я хочу сказать обратиться ко всем детям на земле. Мы не одни, мы всегда с вами, мы готовы всегда вам помочь, поддержать. В любых ситуациях вы можете к нам обратиться. Вы знаете, вы нам нужны, вы смысл нашей жизни, вы будущее нашего государства, мы вам верим, мы всегда рады вам помочь в любой ситуации. Вы не одни, мы всегда с вами. Я еще хочу обратиться родителям детей. Убедительная просьба, пожалуйста, не оставляйте своих детей без присмотра, без надзора. Почаще общайтесь со своими детьми. Побольше проводите с ними свое время. Не дайте, чтобы ваши дети встали в неправильный путь. Я хочу вам сказать большое спасибо за достаточно интересную беседу и отдельное спасибо за вашу ответственную отверженную работу. И вам огромная благодарность за беседу. Мне было тоже очень интересно рассказывать про свою деятельность, именно про детей. Побольше бы таких освещений про нашу деятельность. С удовольствием расскажу. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.